Как пример наиболее пострадавшего полотна, реставратор Марат Дашкин называет картину Андрея Шопена «Благословение Ревекки». Но при этом успокаивает. Повреждения не фатальны. Есть опробированные методики заделки прорывов. И работа здесь, в Таганроге, по консервации, подготовке картин к транспортировке – уже часть реставрационного процесса. Прорыв уже заделан, и видно, что очень небольшой утрачен фрагмент холста. Также по лицевой стороне, можно сказать, она, конечно, под профилактическими заклейками, которые сейчас держат поверхность, потому что эта работа только начинается. После падения украинской ракеты на Таганрогский художественный музей, русский музей предложил помочь с восстановлением пострадавших произведений. И вот уже в областном правительстве обсуждаются конкретные вопросы перевозки и реставрации. В дальнейшем нам предстоит буквально свести нити, нитка в нитку, соблюсти плетение фабричное, как это было до чрезвычайного происшествия. С тем, чтобы наша работа была видна только на документирующих фотографиях и у специалистов. В тот день, 28 июля, в музее экспонировалась выставка «Золотые имена Серебряного века». Были на ней и картины Серафимы Блонской. Это работа девочки «Вербное воскресенье» и ее же работа «Маки». Обе они пострадали. «Вербное воскресенье», хочу всех успокоить, пострадало незначительно. Обнаружены лишь небольшие утраты лакокрасочного слоя, совершенно небольшие. Но более значительное повреждение получила работа «Маки». Заломлен был нижний край. И вот мы уже укрепили низ, зафиксировали бумажными полями на подрамнике. И картина может безопасно... То есть она в таком виде транспортировалась? Да, да, она может безопасно транспортироваться. Все картины можно восстановить, все можно отреставрировать, в том числе и памятник. Специалист русского музея, Марат Равильевич, все это смотрел. Мы провели консервационные работы. Мы провели предварительные исследования, полную фотосъемку, фотофиксацию памятников. Стало понятно, что за год русский музей справится с этой работой. 22 поврежденных экспоната Таганрогского художественного музея уедут в Санкт-Петербург на реставрацию 15-16 августа. И мы надеемся, да не надеемся, мы уверены, что в установленные сроки реставрация этих экспонатов будет завершена. И мы договорились, что в начале, после завершения реставрации, будет организована выставка в русском музее спасенных шедевров мировой художественной и русской живописи. А когда работы вернутся в родной Таганрогский художественный музей, такая же выставка будет и там. Галина Белоусова, Виталий Ступаков, Первый Ростовский.